Футбол — это не только прекрасное зрелище, волнующее сердца миллионов болельщиков по всему миру, но и возможность для игроков превратить свой талант в источник заработка. В этом видео мы погрузимся в удивительный мир лучших игроков, имеющих контракт с Nike, где футбольное мастерство и коммерческий успех идут рука об руку. Мы покажем вам, как эти знаменитые игроки, ставшие иконами для миллионов фанатов, сумели превратить свою популярность в успех на поле в впечатляющие контракты с мировыми брендами. А перед началом видео угадайте, кто из футболистов сказал цитату. «Если бы речь шла только о деньгах, я бы поехал в Катар. Думаю, там денег больше, чем в Ман-Сити». Холланд, Месси, Роналду, Дебрюйне. Свои варианты ответов вы можете написать в комментариях, а мы начинаем. Вратарь Тибо Куртуа Важнейшей частью нашей символической сборной является вратарь. Тибо Куртуа – бельгийский голкипер и надежный страж ворот для своего клуба и национальной команды. Своими потрясающими навыками и способностью совершать спасительные сейвы в самые ответственные моменты, Куртуа заслужил свое место среди лучших вратарей современного футбола. Тибо начал свою карьеру в Генке, пройдя путь от молодежных составов до главной команды. Затем он перешел в Челси и побывал в аренде в Атлетику, где провел несколько сезонов и завоевал множество трофеев, включая два титула английской премьер-лиги и золотые медали Ла Лиги. Сейчас он успешно выступает за Реал Мадрид, где в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов и является важной частью команды, проведя 216 матчей, с которых 86 на 0. То, что совершил Тибо в финале – безумие, и он делал это весь сезон. «Он много раз спасал наши задницы», – признавался напарник-бельгийца по Реалу Давид Алаба. В сборной Бельгии Куртуа стал ключевым игроком и помог команде достичь исторических успехов, включая третье место на чемпионате мира 2018 года. Его стойкость и умение справляться с давлением делают его опытным лидером как на поле, так и вне его. Его контракт с Найк не только подчеркивает его статус в мире футбола, но и позволяет ему выступать в роли бренд-амбассадора, влияя на следующее поколение голкиперов. Левый защитник – Эндрю Робертсон Пройдя сложный путь к успеху, Эндрю начинал свою карьеру в шотландских клубах, перед тем, как перейти в английский Халл-Сити, где сумел привлечь внимание крупных команд. С 2017 года Робертсон стал ключевым игроком Ливерпуля и внес значительный вклад в завоевание трофеев, включая долгожданный титул английской премьер-лиги и победу в Лиге чемпионов. В конце прошлого года шотландец отдал свой 54-й ассист в АПЛ и стал лучшим ассистентом среди защитников в чемпионате Англии. «Кто-то из ваших коллег сказал мне после игры относительно его достижения, на которое я бы даже не обратил внимания при других условиях, потому что вообще не заинтересован в статистике. Однако первое, что пришло мне в голову, и этого парня мы нашли в Халл-Сити», — признавался Юрген Клоп. Как капитан национальной сборной Шотландии, Робертсон является истинным лидером, вдохновляя своих товарищей по команде стабильной игрой и примером на поле. Его ролевая модель становится ярким примером для молодых защитников, стремящихся достичь успеха на международной арене. В экипировке Nike Робертсон продемонстрировал выдающуюся производительность и стиль, подтверждая свой статус одного из лучших левых защитников современного футбола. Центральный защитник Рубен Диэш Португальский центральный защитник, который стал неотъемлемой частью нашей символической сборной. Диэш известен своими невероятными оборонительными качествами, тактическим мышлением и непреклонной решимостью на поле. Его способность контролировать игру и организовывать оборону делает его одним из самых ценных и опасных защитников современного футбола. Рубен начал свою карьеру в Академии Бенфики, где впоследствии дебютировал за основной состав. За свои выступления в португальском клубе он заслужил место в национальной сборной, где стал важным игроком. В 2020 году Диэш перешел в Манчестер-Сити за 72 миллиона евро, где быстро сумел адаптироваться и стал ключевой фигурой в обороне команды, помогая завоевать титулы английской премьер-лиги и многие другие трофеи. В сборной Португалии Рубен играет сильно и уверенно, устанавливая непробиваемую оборону в паре с Пепе и поддерживая своих товарищей по команде. Его таланты и опыт делают его незаменимым игроком как на клубном, так и на международном уровне. Став бренд-амбассадором Nike, Рубен Диэш подтверждает свой статус элитного футболиста, сочетая свой талант и упорный труд с коммерческим партнерством. Центральный защитник – Маркиньос Бразилец обладает непревзойденными оборонительными навыками и отличным чутьем. Благодаря своей уверенности и технике он считается одним из самых надежных и выдающихся защитников на международной арене. Маркиньос начал свою профессиональную карьеру в Каринтиансе, где его таланты были замечены скаутами европейских клубов. В 2012 году футболист перешел в Рому, где успешно зарекомендовал себя как перспективного центрального защитника, после чего в 2013 году оказался в ПСЖ и стал ключевым игроком, помогая клубу выиграть множество трофеев, включая 7 чемпионских титулов в Лиге 1 и пробившись в финал Лиги чемпионов. Сейчас на счету бразильца 400 матчей в составе парижан и 38 голов, большинство из которых он провел с капитанской повязкой на руке. В национальной сборной Бразилии Маркиньос выступает как опытный и авторитетный защитник, помогая своей команде достичь успеха на крупных турнирах, в том числе победы на Кубке Америки 2019 года. Его навыки и опыт делают его идеальным лидером и вдохновителем для молодых поколений бразильских футболистов. Португальский защитник, который входит в нашу сборную благодаря своим впечатляющим техническим качествам, скорости и умению создавать опасность для противника. Канцелу известен своими мощными атакующими навыками и чуткими тактическими решениями, которые позволяют ему быть неоценимым для своей команды на правом фланге. Начав свою карьеру в Академии Бенфики, Жоао продемонстрировал свой потенциал и был замечен скаутами топ-клубов Европы. После игры за Валенсию, Интер и Ювентус, Канцелу в 2020 году присоединился к Манчестер-Сити, где стал ключевым игроком и помог команде выиграть множество титулов на внутренней арене и дойти до финала Лиги чемпионов. Зимой португалец начал конфликтовать с Гвардиолой и в поисках игровой практики отправился в Баварию, где провел 13 матчей и сделал 5 результативных действий, хотя и не всегда пробивался в основу. В национальной сборной Португалии Жоао является важным игроком, своими выступлениями укрепляя оборонительные и атакующие возможности команды. Он стал основным правым защитником сборной и важным элементом команды, которая завоевала Лигу наций с игроком. Опорный полузащитник Родри Испанский опорник, который благодаря своей незаурядной игре и командному духу заслужил место в нашей команде. Родри обладает уникальной комбинацией выдающихся пасов, игры головой и тактической грамотности, что делает его основой и сердцем всей команды на поле. Свою профессиональную карьеру Родри начал в испанском клубе «Вильяреал», после чего перешел в «Атлетико Мадрид», где также числился на молодежном уровне. В 2019 году он присоединился к Манчестер-Сити, где быстро стал ключевым игроком команды и важнейшим звеном в составе, дважды выиграв титул английской премьер-лиги и множество других трофеев. Что за игра у него? Насколько великолепный полузащитник? У меня нет слов. С мячом и без мяча у него есть интеллект. Теперь он добавил в атаки. Один из лучших полузащитников, которых я тренировал. Конечно, он не так хорош, как его тренер, но один из лучших игроков, признавался Гвардиола. В национальной сборной Испании Родри стабильно показывает отличную игру, обеспечивая связь между обороной и атакой и помогая своей команде контролировать ход матча. Его профессионализм и уверенность делают его одним из самых ценных опорных полузащитников современного футбола. Центральный полузащитник. Кевин де Брюйне. Бельгийский полузащитник, который благодаря своей феноменальной игре заслужил место в этой символической сборной. Де Брюйне обладает удивительным творческим даром, руководит игрой на поле и неутомимо создает голевые моменты для своих партнеров по команде. Кевин начал свою карьеру в Генке, а затем успешно выступал в аренде за Вердер и Вольфсбург, имея контракт с Челси, прежде чем стал звездой Манчестер-Сити. За горожан он выиграл множество трофеев, включая четыре чемпионских титула английской премьер-лиги и по праву считается одним из самых талантливых игроков в мире. Сейчас на счету игрока 346 матчей за горожан и 138 результативных действий, а совсем недавно он отдал сотый ассист в АПЛ, поставив рекорд как самый быстрый игрок, который сделал 100 результативных передач в чемпионате Англии. На это ему понадобилось 237 матчей, что на 56 меньше, чем Сеску Фабригасу. Подопечные гвардиолы всегда в первую очередь сильны своей командной игрой, но даже самые невероятные коллективы нуждаются в особенных игроках. В Барселоне таким игроком был Лионель Месси, в Манчестер-Сити же эту роль исполняет Кевин Дебрюйне. Как-то говорил тренер Барселоны Хави, в сборной Бельгии Дебрюйне является костяком команды, его навыки и опыт оказывают огромное влияние на успех национальной команды на крупных турнирах, включая мировые и европейские чемпионаты. Хотя выиграть крупный турнир золотому поколению бельгийцев так и не удалось. Ну а совсем недавно Кевин стал героем еще одного нашего видео, где мы рассказали про футболистов, которых мог угробить Жозе Мауриньо. Эту историю вы могли слышать не раз, поэтому предлагаем более детально изучить карьеру игрока. Приятного просмотра! Центральный полузащитник Лука Модрич Хорватский центральный полузащитник, который своим виртуозным мастерством и футбольным мышлением заслужил место в символической сборной Nike. Модрич известен своей уникальной способностью контролировать игру, точными пасами и невероятной работоспособностью, что делает его мотором команды на поле. Начав свою карьеру в Динамо Загреб, Лука продемонстрировал свою ценность на международной арене, выиграв с клубом все внутренние трофеи Хорватии и став одним из самых востребованных игроков. В 2008 году он перешел в Тоттенхэм за 22,5 миллиона евро, что стало рекордным трансфером для Шпор, а затем в 2012 году присоединился к Реалу, где после первого сезона был признан худшим трансфером Ла Лиги. Модрич набрал 32,2% голосов, опередив Александра Сонга из Барселоны, перешедшего из Арсенала тем же летом. Он одинаково талантлив и дисциплинирован в тактическом смысле. Он командный игрок, успешно предлагающий себя партнером и берущий инициативу на себя. К тому же он из тех футболистов, которые обладают классом и магией, способные влюбить в себя Барнабеу. «Мы купили Модрича с тем, чтобы он доставлял нам удовольствие своей игрой и помог нам побеждать», — говорил Жузе Мауринью, который привел игрока в Мадрид. В то время своей карьеры хорватский футболист признавал со СМИ, что адаптация в Реале вызывает у него сложности. «Я не оправдываюсь. Это не в моем характере. Но нужно признать, что очень сложно адаптироваться к жизни в таком большом клубе, как Реал Мадрид. У меня было несколько хороших матчей. Возможно, я играл не так впечатляюще в каждой встрече. Но я могу доказать, что мне есть, что предложить команде». Определенно, Модрич выполнил свое обещание, продемонстрировав свою способность внести значительный вклад в успех Реала. В результате Лукха превратился в одного из самых выдающихся футболистов на мировой арене, где вместе с командой завоевал пять лиг-чемпионов, три чемпионата Испании и другие трофеи. В национальной сборной Хорватии Модрич является лидером и капитаном, олицетворяя дух команды и помогая ей достичь выдающихся успехов, включая исторический финал чемпионата мира 2018 года, после которого он выиграл золотой мяч и недавний полуфинал Мундиаля в Катаре. Левый нападающий – Киллиан Мбаппе. Французский игрок, который своей поразительной скоростью и невероятным инстинктом сбивать голы, несомненно, заслужил место в символической сборной Nike. Мбаппе известен своим умением обходить оборону соперников, решительностью в атаке и уверенностью перед воротами, что делает его одним из самых опасных нападающих современности. Киллиан начал свою профессиональную карьеру в Монако, где его талант быстро обратил на себя внимание мирового футбольного сообщества. В составе Монегасков он провел 60 матчей, где запомнился 43-мя результативными действиями. А в 2017 году француз перешел в Парис-Сен-Жермен, где он продолжает покорять вершины, выигрывая титулы и завоевывая сердца фанатов по всему миру. В свои 24 года он уже стал лучшим бомбардиром в составе парижан, а в целом француз провел 252 матча, забив 202 гола и отдав 96 результативных передач за ПСЖ. В сборной Франции Мбаппе уже успел сделать историю, став одним из главных героев команды на пути к победе на чемпионате мира 2018 года и заявив о себе как о мировой звезде первой величины. А совсем недавно в Катаре он вновь вывел команду в финал, но проиграл сборной Аргентине во главе Месси. Финал турнира захватывал дух, а сценарий матча был совершенно безумным. Киллиан Мбаппе забил три невероятных гола в финале. Не быть чемпионом после этого было полным безумием, но он уже выигрывал его прежде и знает, что значит быть чемпионом мира, признавался аргентинец. После ухода у Голь-Йориса молодой Мбаппе стал капитаном национальной сборной, и теперь ему предстоит новый вызов в его карьере. В 2019 году Киллиан заключил контракт с Nike на 10 лет и получает 16 миллионов евро в год. Хороший бонус для игрока, который считается одним из самых высокооплачиваемых в футболе. Правый нападающий – Эрлинг Холланд Норвежский форвард, который своей силой, мощью и умением сбивать голы с любой позиции, заработал свое место в нашей команде. Холланд известен своей агрессивностью в атаке, высоким ростом и точностью ударов, что делает его непростым соперником для любой обороны. Футболист начал свою профессиональную карьеру в норвежском клубе Мольде, где он быстро привлек внимание мирового футбола своим умением сбивать голы. В 2019 году Эрлинг перешел в австрийский Зальцбург за 8 миллионов евро, где он провел 27 матчей и забил 29 голов, а затем в январе 2020 года присоединился к немецкой Боруссии Дортмунд, где его популярность и репутация продолжили расти. За Дортмундский клуб норвежец отметился 86 раз в 89 матчах и после того, как понял, что пора идти на повышение, отправился в команду Гвардиолы Манчестер-Сити, хотя за игроком охотились все топ-клубы Европы. В Англии Эрлингу не понадобилось много времени на раскачку, поэтому он начал ставить рекорд за рекордом в каждом матче. Нападающий быстрее всех в истории АПЛ забил 20 голов, в то время как рекорд принадлежал Кевину Филлипсу, который забил 20 голов за 21 игру в составе Сандерленда в сезоне 1999-2000. А совсем недавно Форвард забил 45-й гол за сезон в составе Горожан и стал лучшим бомбардером в одном сезоне за английский клуб, обогнав Мохаммеда Салаха и Руда Ван Нистелроя, у которых по 44 мяча за сезон. В национальной сборной Норвегии Холланд продолжает штамповать голы и с каждым годом укрепляет свое положение среди элиты мирового футбола. Сейчас у него 23 матча за сборную и 21 гол в активе. Совсем недавно Эрлинг подписал новый контракт с Найк и будет получать около 23 миллионов евро в год, а соглашение рассчитано минимум на 10 лет. Центральный форвард Криштиану Роналду Португальский легендарный футболист, который с легкостью и грацией забивает голы и ставит рекорды, несомненно, заслужил место на острие нашей команды. Роналду славился своей выдающейся скоростью, идеальным выбором позиций, мощными ударами и решительностью на поле, что делает его одним из величайших футболистов всех времен. Криштиану начал свою карьеру в спортинге, а затем стал мировой суперзвездой после перехода в Манчестер Юнайтед. После доминирования на Туманном Альбионе, Роналду продолжил свою победную серию в Реале, где завоевал множество титулов, включая четыре лиги чемпионов. Впоследствии он перешел в Ювентус и, наконец, вернулся в Манчестер Юнайтед для новых успехов, которых, к сожалению, повторно не сыскал и после конфликта с главным тренером уехал в Катар, где получает 550 тысяч евро в день. Говорить о карьере португальца можно часами, ведь игрок добился всего, что только может себе представить футболист, и побил десятки рекордов. Он лучший бомбардир в истории футбола в официальных матчах, лучший бомбардир в истории национальных сборных, рекордсмен по количеству национальных матчей за сборную, лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы, лучший бомбардир Реала и Лиги чемпионов, а также многие другие рекорды. В сборной Португалии Роналду является капитаном и лидером, воодушевляя команду к победе на Евро-2016 и Лиге нации-2019. Контракт с Найк действует у Криштиану пожизненно, а в год он получает по некоторым источникам 20 миллионов евро. Игроки на замене Алисон Бразильская стена в воротах Ливерпуля и основной вратарь сборной Бразилии, который своим переходом в команду Юргена Клоппа помог немцу выиграть все титулы на внутренней и международной арене. Вирджил Ван Дейк Капитан сборной Нидерландов и один из лучших центральных защитников своего времени, который в 2019 году занял второе место в голосовании за золотой мяч. К сожалению, весь Ливерпуль сейчас попал в затяжной кризис, поэтому мы оставили голландца в запасе. Рис Джеймс Атакующий защитник Челси, который поражает своей эффективностью в обороне и результативностью в атаке. Возможно, совсем скоро англичанин станет лучшим игроком мира на своей позиции, а футбольные СМИ связывают игрока с Реалом. Талантливый полузащитник Барселоны и один из лидеров сборной Нидерландов известен своим отличным видением поля, великолепными техническими навыками, точными пасами и хорошим контролем мяча. Он обладает выдающейся гибкостью и способностью адаптироваться к разным ролям на поле, играя как на позиции опорного полузащитника, так и центрального полузащитника или даже атакующего полузащитника. Португальский полузащитник, являющийся лидером Манчестер Юнайтед и главным диспетчером команды. Фернандеш перешел в МЮ из спортинга зимой 2020 года. С того момента только два игрока из топ-5 европейских лиг достигли отметки в 50 или более забитых голов и 50 или более ассистов за клубы Леонель Месси и Бруно. Невероятно прогрессирующий бразилец и один из самых перспективных футболистов нашего времени. Игрок вполне заслуживает быть в основе нашей сборной, но достижения Киллиана Мбаппе мы не могли оставить в стороне, хотя именно гол Венисиуса принес Королевскому клубу победу в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов. То, как преобразился англичанин после окончания чемпионата мира в Катаре, заслуживает всяческих похвал и аплодисментов. Под руководством Эрика Тенхага Маркус вернул свою лучшую форму и уже забил 28 голов за красных дьяволов в этом сезоне. Легендарный нападающий Барселоны, зарекомендовавший себя в Бундеслиге в составе Баварии. Поляк должен был выиграть как минимум один золотой мяч, но судьба распорядилась иначе. В этом сезоне у поляка уже есть 34 результативных действия за каталонцев. Лучший бомбардир сборной Англии и Тоттенхэма, который доказал, что прозвище «Игрок одного сезона» явно не про него. Футболист 7 раз становился лучшим игроком месяца в АПЛ и трижды выигрывал золотую бутсу чемпионата Англии. Друзья, а как вы думаете, смогла бы такая команда побороться за победу в Лиге Чемпионов? Пишите в комментариях, нам будет интересно почитать. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!